Маклюра оранжевая. Дерево североамериканского происхождения относится к распространенному роду тутовые. Деревья маклюра достигают 15-20 метров в высоту и в теплое время года покрываются крупными плодами. В сердцевине плода находится клейкое вещество белого цвета и семена. Не взирая на то, что Адамово яблоко привлекательно выглядит и приятно пахнет свежим огурцом, оно абсолютно несъедобно. Плоды маклюры ядовиты, но зато они обладают лекарственными свойствами. Маклюру в народе называют Адамово яблоко. Это связано с библейской легендой о том, как Адам вкусил запретный плод с дерева в познании добра и зла. Маклюра быстро снимает боль, воспаление и отеки, помогает восстановить и укрепить стенки сосудов и капилляров, а также повысит их эластичность. Из маклюры делает настойку, которую можно применять наружно и употреблять внутрь при заболеваниях суставов и позвоночника. Она снимает боль, уменьшает воспаление, эффективна при артрите, артрозе, остеохондрозе, ревматизме, подагре. Настойку маклюры применяют при заболеваниях вен. Находящиеся в составе полифенолы укрепляют стенки сосудов и предотвращают образование тромбов. Необходимо втирать 3 раза в день несколько капель настойки в пораженную область. Настойку и мазь маклюры применяют при заболеваниях суставов и позвоночника. Надо втирать настойку в больной участок 3 раза в день, а затем на время укутывать. Ну а теперь давайте приготовим настойку. Посмотрите сколько млечного сока в маклюре. Я вот срезала немножко испорченные места и смотрите сколько млечного сока выходит. Прежде чем приготовить, надо маклюру хорошенько помыть, обрезать все ненужное, все непотворченное. У меня еще осталась настойка, 2 года ей уже. Вот посмотрите она какого цвета, темно-коричневая стала. Маклюру я не вытаскивала, она там так и лежит. Посмотрите, как заварка, крепкая заварка выглядит, настойка. Не надо маклюру вынимать из настойки, пусть она все свои полезные свойства передаст настойке. Вот они какие крупные все-таки кусочки лежали. Настойку из маклюра можно делать на водке, на самогонке или на спирте. На спирте будет концентрированная, конечно, ее надо будет меньше. Приготовим чистую банку. У меня самогон, я буду заливать самогоном 40 градусов. Советую надеть перчатки, защитить доску, так как это все-таки ядовитый плод. Взять ненужный нож, у маклюры такой млечный сок, как смола, липучий такой. Так что потом нож будете отмывать растительным маслом. Нарезаем маклюру крупными кусочками. Посмотрите, какая красивая маклюра внутри на срезе. Какие семена у нее интересные, как далеко они от центра располагаются. Семена не убираем, оставляем. Посмотрите, сколько млечного сока сразу выделилось. Надевайте обязательно перчатки. Ну, а если нет перчаток, наденьте мешочек, как я на руку надела, чтобы пальцы мои были чистые. Обрезаем все испорченное, подпорченное, убираем. И нарезаем крупными кусками. Складываем все в банку приготовленную. И заливаем самогоном. У кого что есть. Или водкой. Вот такие кусочки у меня получились. Заливаем полностью, чтобы покрыть все кусочки. Настойка должна стоять не меньше месяца, а лучше два месяца. И тогда потом уже пользоваться ею. Периодически надо встряхивать. Лучше ежедневно, конечно, поставить в темный шкаф. И обязательно встряхивать, чтобы все полезные вещества перешли в настойку. Ну и, конечно, надо настойку эту подписать. Пишите дату, что вы поставили, чем залили. Чтобы вы знали, когда можно ею пользоваться уже начать. Всем желаю крепкого здоровья. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Всего самого хорошего. До встречи. И вот у меня 2-годичной давности настойка и новая настойка. Продолжение следует...